Православные Ненинского округа отметили большой церковный праздник – Крещение Господне. В этом году по традиции на Качгартинской курье была организована иордань. Участие в крещенских купаниях приняли порядка 800 человек. Купания начались еще в Крещенский сочельник. Вечером 18 января уже утром 19-го прихожане Богоявленского собора во главе с Владыкой Яковом крестным ходом отправились к крещенской купели, чтобы осветить ее. Подробности в материале Ольги Русул. Крещение Господне входит в число главных 12 христианских праздников. В этот день православные отмечают не только крещение Иисуса Христа, но и дату его рождения. В христианстве события входят в единый церковный праздник Богоявления. Название свое «Великий праздник» получил из-за того, что именно в этот день, много веков назад, крестился Христос. В переводе с греческого «крещу» обозначает «погружаюсь в воду». Для Наринмарской епархии 19 января – особый праздник, ведь главный храм носит название Богоявленского. Пришли на эту нашу заполярную Иордань для того, чтобы засвидетельствовать благость Божию, любовь к миру, который создал Господь и не оставляет его своей благодатью, но паки и паки обновляет его своей крепостью, силой, благодатью, даруя нам все потребное для жизни. Поздравляю всех с праздником, желаю помощи Божьей, крепости, приумножения добра, духовного единства, любви между всеми людьми и крепкой нашей православной веры. С праздником, с Богоявлением Господним. Сын Господа осветил свое физическое тело погружением в воду. Именно поэтому верующие по всему миру погружаются в воду, подобно Христу. Таким поступком они закаляют свой организм, смывают в себе грехи, приближаясь к Богу. Как ощущения? Отлично. Не холодно? Божья благодать. Несмотря на поистине крещенские морозец и ветерок, а по ощущениям температура приближается к 25 градусам ниже нуля. Желающих окунуться в ледяную купель достаточно. Денис Самокуриза по сложившейся традиции, который уже 8 лет, утром 19 января приходит к проруби. Сегодня его поддерживают дети и супруга. Главное, говорит он, в этом процессе вера. Ну, моральная подготовка нужна обычно первый раз. Когда уже в дальнейшие разы, то, в принципе, все хорошо. Не готовишься сильно к этому. Прихожанка БГВленского собора Зоя Симушина готова поделиться своей радостью со всем миром. Для нее и множество православных сегодня главный праздник. Поэтому, отложив все дела, она с раннего утра поспешила в храм. Для меня это самый светлый праздник, божественный. Для меня это большая радость. Я с утра, правда, я со смены, но я сразу иду в храм, исповедовалась, причастилась, набрала водички. Для меня я его жду. На протяжении всего праздника, начиная с крещенского сочельника, окупания начались с 6 вечера 18 января. В Иордане дежурили спасатели, врачи скорой помощи, полицейские и рабочие организации «Чистый город», которая готовила купель и отвечала за ее состояние. По оперативным данным, крещенские купания в Наринмаре прошли без происшествий. Ну, мало ли, если у людей ноги подкашиваются, ну, как помочь в выпусте. Ну, насколько сложно, не сложно, а как люди вообще? Нормальные? Адекватные? Адекватные, смены через два часа у нас проходят. Впрочем, погружаться в ледяную воду на крещение совсем не обязательно. Рядом с Иорданью специальная прорубь, оборудованная для забора воды. Такую же оборудовали в поселке Искатели, чтобы все желающие могли запастись крещенской водичкой. На крещение вода во всех водоемах считается святой. Ее набирают и умываются ею в течение года. Ольга Русыл, Вадим Носкин, Телеканал Север.